Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать в своем очередном орховлоге. Сегодня мы рассмотрим посадочки и размещение орхидеечек с использованием поролона. Размещение это экспериментальное. Первый раз я так делаю. Посмотрим, что у нас тут происходит спустя... А сколько прошло? Ну, не 20, да? Меньше месяца точно. Ну и также рассмотрим, что тут у нас происходит у деточек. Так, ну давайте начнем, в принципе, именно с посадки. Вот такая вот посадка. Эксперимент на губку. Пересадка есть на канале. Оставлю скрин с названием видео. Можно пройти, посмотреть детально, что я делала и как. Ну и посмотрим, что у нас тут происходит. Посадка воздушная. Здесь, как вы поняли, поролончик. Внизу также есть кокосовое волокно. Вот таким способом, по типу фитилька, спустила до губки мох. Ну, в общем-то, в принципе, все есть. Можно посмотреть, прям вот палочка, видите? Сюда его подвела. И так вот аккуратненько сюда прям как будто присадила, как в грядочку мох. Что у нас здесь происходит? Давайте смотреть. Орхидейка была с плохими корнями. Плохими. Там прям вот обрубочки были. Поэтому ничего удивительного, что она съедает листья. Почему? Потому что питания ей не хватает. Питание она берет с этих листьев. Вот смотрите, за это время она отсушила. Ну, он уже, видите, сам, можно сказать, отвалился. Чешуйку теперь надо мне снять. Съедает листочек, выпускает корешочек. Сейчас мы посмотрим. А вот новый корень. Есть вот старые вот такие. Но это неудивительно. Это следовало ожидать. Учитывая, какая была корневая система. Вот новый корень. И смотрим. Она вот. Краешек тут желтит листик. Она еще пока. И вот этот вот листик. Причем этот не последний лист. А получается через один. Она его тоже начинает съедать. Съедать она его начала правильно. С краешку. С кончика листочка доходя до шейки. Этот процесс нужно внимательно отслеживать. И вовремя снять листик. Потому что листы плотные. У таких орхидей это получается как реанимация. Как реанимашка. Не хватает. Не всегда хватает сил пробить корнями эти толстые листья. Корни начинают куклиться и пропадать. Поэтому вот сейчас еще чуть-чуть. И я его надорву и сниму. Сейчас на данном этапе этого делать не буду. Подожду еще несколько дней. Но это надо делать. Ну в общем. Под присмотром. Это надо обратить внимание. То есть не забывать смотреть. Чтобы это все было на глазах. Что еще видим? Новый листик. И тут тоже корешочки. Вот от старого корня. Да, от старого вот ответвления. Ну в принципе вся шея. Смотрите. В корнях. В новых, в новых, в новых корнях. Хорошо. То есть орхидеечка хорошо. Себя по крайней мере сейчас чувствует. Что будет дальше? Посмотрим. Это экспериментальная посадка. Многие написали, что это губка. И она потом будет покрываться грибком. Все это возможно. Гнить это тоже возможно. Но на данный момент, на данном этапе очень даже все и неплохо. Мы пока здесь не видим. Но это и не удивительно. Учитывая какая корневая система у орхидеечки была. Ну, пока я ничего не могу сказать плохого. Я вижу хорошее. О, видите, вон еще два корня. Смотрите, все в корнях. Хорошее развитие. После пересадки. Вон там под листиком тоже корешочек пробивается. И еще раз хочу сказать о том, что закрытые системы я немножко сажаю, стараюсь сажать ниже. Многократно об этом говорила. Почему? Потому что при адаптации орхидеи часто съедают вот таким образом листья. Вот получается, один мы сняли, второй снимем, и она бы уже парила над воздухом. Понимаете? Над горшком. А не в горшке. А сейчас мы сняли листики. И у нас еще есть место, куда потом подсыпать субстраты. Не будет голая шейка. Вот пока на данный момент вот такие вот результаты. Я не могу сказать, что это плохие. Очень даже, очень даже, согласитесь, очень даже и неплохо вот отодвинула. Вот такая ситуация на данный момент. Давайте посмотрим размещение деточек. Напомню, деточки были сняты с мамы. Мама уже пропадала. То есть это был пенечек с цветоносом из точки роста. Вот на этом цветоносе образовалась детка. Также сделаю скрин с видео и вставлю, где мы. Я отсоединяла и вот посадила, разместила. Вот такой стаканчик на губку. Почему? Потому что эти деточки так парили в воздухе. Их корешочки не знали, что такое влажность. Кроме атмосферной. То есть не были в грунте. Поэтому пенечек уже начал пропадать. Тургер был снижен у деточек. Поэтому нужно было отделять и разместила так. Что мне это дало? Это мне дало вот хорошие тоже результаты. Смотрите. У меня есть возможность достать орхидею, помыть эту губку. Ух ты, тут уже помыть эту губочку. Мне прилипло. Вот. Сполоснуть стаканчик. И посадить ее обратно. И вроде бы это открытая система, но в то же время я наливаю туда водичку по вот эту губку. По вот эту губку. Вот так прям вот. И корни получаются не в воде, а во влажности. Понимается? Не в воде, а во влажности. И не гниет. При этом губка немножко так же сохраняет дольше эту влагу в стакане. И происходит и меньше испарений. Орхидеечки, деточки, хорошо отозвались на такой способ размещения. Так. Я вас поставила на штатив. Дженни! Фу! С мячиком там собака у меня. Ну вот возьмем сейчас, промоем эту губку спокойно. Прям прилипло. Видите, как? О! Впились. Ну там уже говорили, как же она, вопьются эти корни. А мы сейчас намочим. О! И все, сразу же все снялось элементарно. Губочку помоем. За кадром. Ой! Так. И стаканчики. Не до фанатизма, конечно, я все тут это вымыла. Но все же. Это про посадку. Про вот эту посадку говорят. Если корни прилипнут. Так, блин, корни клипнут и к коре, и к керамзиту, и к чему угодно. Сейчас я эти орхидеюшки даже замочу. Вот так вот они у меня поплавают. Минут 15 и посажу их, посажу обратно на губку. Ну понравилось, кстати. Вот если у кого-то любят открытую систему, подумайте надо вот этим моментом. Корни воду, когда все-таки достигают воды, не всегда остаются в живых. Иногда работают, да, и растут, привыкают. А иногда и портятся. Здесь вот не портится. Классно, интересно. Вот это сначала сделал такое размещение. Только после этого подумала, что размещу просто прямо уже в систему. Уже в полноценную посадку. А здесь идея была такая, что размещу сейчас вот так. Потом по мере роста могу чуть-чуть приподнимать и докладывать нужный мне субстрат. Ну пока им и так, если честно, и неплохо. Что-то мы с вами даже их и не рассмотрели. Вот эту чешечку можно уже снять. Желтенькую, старенький листик был. Вот, ну, крышулечки, видите, вот в росте. Они все, в принципе, в росте. Где-то больший. Кончик где-то меньший. Ну, нормально все. Это у нас паста топоджин. Срез обработан. Ничего не сгнило, только наоборот прибавилось. Одна деточка. И сейчас еще вторую достанем. Чуть поменьше. Тоже тут пасту топоджин мы взяли. И тут тоже все вот корнюшечки, видите, в росте. Листики растут. Все хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...